и снова здравствуйте всем привет забрав 2019 продолжаю доделывать вот этого нырка в принципе хотел показать как сделать пропеллер ничего такого сложного мельком объясню тут задача в том я решил сделать полностью от этого вот эту модель чтобы вот у нее задняя дверь была внутри были там сиденья какие-то двери что подкрывались иллюминаторы были ну и начал набрасывать в домом ну дай сниму как это все делается итак смотрим что нам понадобится добавляем up and добавляем куб фрейм можно нажать n английского выбираем куб он внизу софтулов гизму поможет нам опять же все это дело уменьшить и n английская так включим самого нырка видимость так теперь n куб и нам нужно вот этот куб поднять до корпуса почему просто мы будем потом вычитать это все дело им надо будет совмещать и так опять же скайл а насчет корпуса вот этот корпус пришлось мне скульпт из альфа 6 чуть-чуть переделывать и я флаты нам все попрошел по выгладил короче помудился тоже ну ничего так вроде результат нормальный так что мне надо я хочу вычесть вот эти окна так хотя бы одно окно если вычесть так это значит сюда и вот что получается дан здесь получается скайл еще раз скайл вниз все это дело опускаем ну в принципе не то это нужно теперь резать этот куб вот этот куб нужно будет резать потому что окна у нас этакие есть еще один вариант как это все можно сделать более-менее по-простому да так ладно этот куб делит окей и можно попробовать просто такую штукенцию значит включим 0 к ctrl d прибавим ему еще дивайдов и попробуем кисточкой дров сайс поменьше просто замаскировать и увести вглубь потому что в принципе вычитать то и не надо нужно сделать как внешний вид окна c нажимаем и аккуратненько вот так все это дело маскируем вот где-то так блин я эту маму новую мышку так control alt здесь мы вот так вот это все дело почистим и вот надо теперь этой мышкой блин постараться все это дело поровней как-то нарисовать так control alt здесь вот нужно побольше оставить чтобы здесь была типа перемычка так кисточку если кисточку поменьше ставить вообще мышкой вот этой хреновасто водить так ну ладно ну а так то мышка неплохая так можно еще обманку сделать control и выберем давать вот этот курс так через пробил control alt почему она зубами идет control z смотрим что сеткой так давайте добавим теперь так дай нам с еще прибавим просто модель маленькая вот чтоб поплотнее все это дело было ну а теперь просто порисуем значит маскируем где-то вот так теперь маскируем как-то наверное побольше посередине оставим вот так ты теперь маскируем вниз как бы под уклон так и маскируем теперь вот эту стойку получается у нас вот такая штука ну и мы просто гизму попробуем теперь увести так найти бы теперь это гизма через alt подставляем так вот теперь можно отключить и получается что-то в таком духе да а если мы это все вытянем так вытянем наверно сделаем control w сделаем дай нам с и теперь вот эту вот штуку вот эту так сделаем сначала дубликат делаем дубликат отключаем один дубликат этот оставляем делаем геометри 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 делаем модифе топологи делал hidden теперь делаем всему этому дай нам из чтобы все это закрылось так вот какой-то артефакт control w зацепился наверно control w и вот этот артефакт надо удалить модифе топологи делал hidden теперь всем всеют этой байде окну сделать деформацию сделать полишь так сделать control d побольше и вот теперь нужно этот кусок вот этот кусок вычесть сначала наверно его нужно еще аккуратно обрезать вот так так у нас дивайды включены так геометри до дивайды обрезаем тут тоже красиво делаем так ну низ вроде нормальным обрезаем вот это должно у нас выйти стекло так здесь еще можно его подровнять сделать теперь control w control z дивайдов побольше это прибавим ну вот что-то в таком духе control д д д лор и включаем нашел от этого подопечного на нем мы значит на первом вот этом саптуле возвращаемся до того момента где мы вот это все вытягивали чтобы этого ничего не было вот так снимаем маску и теперь смотрим что можно делать выбираем вот этот вот это окно и загоняем ну что то в таком духе должно получиться так что там такое ну тут тоже вроде вышло все так чуть-чуть еще перекрутить и поглубже его вставить так ну чтоб стенка тоже не попортила так ну давайте пробовать что получится так сначала сделаем дубликат вот этому окну чтоб потом если не получится не мудиться еще раз это дело не делать делаем дубликат мы его отключаем переключаемся на вот этот дубликат делаем его вычитание и ставим на корпус теперь делаем merge down объединяем все это дело и control левая кнопка мыши снимаем вот эту вот так вот эту штукенцию и что у нас тут получается так получается у нас что тут двойное какое-то вычитание произошло так это уже не есть хорошо давайте попробуем еще раз вот для этого нам понадобится теперь опять этот сапту и так чем с ним проблема так давайте попробуем вот такую штукенцию еще так сделаем дай на мыш так дай на мыш и попробуем все это дело выгладить сначала почему тут двойная стенка получилось не пойму видать где-то она нет как не дошла мы ничего сейчас дойдет ставим сапту и опять же его на него переключаемся и попытка номер последние так побольше перекрутку делаем вытаскиваем побольше вот сюда смотрим там что получается так еще больше и вот так вот погружаем так заглянуть что тут вообще происходит контролл z вот как-то так наставим и попробуем это все дело обрезать так значит обрезаем вот так обрезаем теперь вот так вот и тогда она уже не докасаться будет вот гемор контролл z контролл z ладно пробуем еще раз вычитание а потом посмотрим что получится так делаем мерчдаун окей так попробуем если она сейчас не сгладит и то тогда будем делать по-другому так и 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 Modified Apology Mirror and Well. Вот теперь у нас тут появились стёкла. В смысле окна теперь делаем Append. Можно их и в Blender вставить стёкла. Нужно вычесть, так теперь вычитание сделать именно с дверей. Теперь находим двери, отключаем корпус и нужно нам добавить Append, опять добавить губ. Так, N переключаем. Идем его к двери. Так, теперь растягиваем, погружаем в дверь. Так, и растягиваем вот таким вот образом. Здесь большое не надо делать окно. Нужно, чтобы стенки хорошо сохранились вот эти. Так, делаем теперь кубу Dynamesh. Резолюцию чуть-чуть побольше. Так, Ctrl D. The Lower Divide. И пробуем поднять вот это до дверей. Находим где эти двери. Вот они двери. Под них ставим на вычитание. Делаем Merged Down. Окей. И снимаем маску. Да иди ты, что он у меня сегодня капризничает. Так, Dynamesh. Во. Не хочет Dynamesh делать. Во даёт. Ну и делаем Modified Apology. Так, Mira and Well. Смотрим, что у нас по саптулам. Ну, в принципе. Так, двери задние присутствуют. Вычитание окон прошло. На дверях окна есть. Два иллюминатора с каждой стороны. Ну, здесь, в принципе, и всё. Так, вот только что косяк. Теперь в чём? Ага. Вот теперь нужно нам вот это крыло. Н. Английское. Находим крыло и увести от иллюминатора чуть-чуть подальше. Вот так, наверное, где-то. И следом у нас просятся вот эти подкорректироваться. Н. Значит, это хвост. Вот эти тумбы вводим сюда. Поплавки. И теперь вот эти тоже крепления. Отводим подальше. Всё. Нырок подкорректирован. Так, хвост. Как я его переделывал? Я его просто взял с картинки, как обычно нарисовал. Сейчас я покажу вам. Вот он хвост. И у него есть жёлтый материал. Почему? Потому что я его на кубе нарисовал. Потом выдавил с помощью гизму и маски. Маскинг. Так, маскинг. Маск би колор. Маск би интенсив. Вот эту. Нажал и вытянул. И потом всё это дело вот сгладил. И получился у меня такой нормальный хвост. И быстро, и без гемора. Так, что ещё? Так, вот эти части, вот эти части тумбы я ещё вот опустил, вы видите, растянул. И теперь нужно Н подкорректировать именно вот эти вот воздуха, вот эти двигатели. Чтобы они перекрывали вот эту всю толщину. Так, ну чуть-чуть побольше их сделать. Красивее будет смотреться. Ничего страшного. Так, теперь Н нужно подправить пропеллеры. Сейчас я покажу, как сделаны пропеллеры. Так, и Н. Выбираем вот эти штукенции. Тоже Мира and Well. Ну, вроде подгадались. Потом ещё будет корректировка. Так, что тут получается? Ну, вот такая тут задача. Так, вот этот пропеллер, да, как он устроен? Выбираем N. И выбираем пропеллер. Ничего такого обычного. Это со сферы срезка. И это сфера, вытяжка вот эта. Я взял сферу, вытянул, уменьшил, сплюснул. Ну, и вот так вот всё это дело сюда. Подставил и всё это дайномешем объединил. Задняя часть, которая будет крутиться. Вот, вот эта задняя часть. Это цилиндр. Тоже объединённый, потому что вот эта вся штука будет крутиться вместе. Раздельно её делать не надо. Так. Ну, получается так. Стёкла можно вставить именно в блендер. Не проблема. Так, что ещё можно здесь делать? О, давайте на хвостах вот эти выберем задние части. Вот эти вырезки сделаем. Так. Включаем N. Включаем хвост. Вот он. Опускаем его до самого низа. Потому что сейчас append здесь будет куб. Из куба будем вычитать опять. Потому что там квадратная тоже вытянуто. Прямоугольная будет штука. Так. Мы её, значит, вот так вот уменьшаем. Подставляем. И вот сюда вводим в левый хвост. Вот именно в левый. Потому что зеркалится будет на правую сторону. Так. Смотрим, что тут да как. Вот так его устанавливаем. Так. Ну да, где-то вот тут будет вот эта штука, которая будет руководить поворотом. И вот когда вы делаете вычитание, то вот эта часть больше всегда должна быть, чтобы она захватывала все части. Если где-то что-то не захватит, допустим, тонко слишком будет, то тогда вычитание пройдёт некорректно. Так. Делаем ему динамеш. Динамеш. Делаем Ctrl-D, Ctrl-D, чтобы у него дивайдов больше было, чтобы лучше вычитался. И чтобы лучше вычитался, так, мы ему ещё сделаем дубликат, потому что нам пригодится делать с него вот эту часть, которую он выберет. Так. Её отключим. Выбираем вот этот Subtool Cube, ставим его на вычитание. Так. Проверим сначала Ctrl-D, Ctrl-D, добавим дивайдов на хвост, чтобы тоже лучше вычиталось. И геометри. Так. DeloR и делаем MerchDown, ОК. И делаем динамеш. Что у меня сегодня кнопка эта отключается? Так. Вот делаем динамеш. Делаем Ctrl-D, Ctrl-D. Нормально выходит хвост. И теперь нам понадобится вот этот куб, который мы сделали, которым делали вычитание. Так. Чуть-чуть его Ctrl-Z. Чуть-чуть его надо поднадуть. Не. Так. Что тут получается? давайте его сплю с ним и посмотрим, как он тут встанет. Так. Вот эти части при анимации они должны быть отдельные. Вот этот куб должен быть отделен. Потому что когда будет вставляться кости или все что-то, он должен быть, должен крутиться, вертеться. Так. И не залазить на стенки. Ну, что-то в таком духе получается. и можно теперь сделать дубликат хвоста. Делаем дубликат хвоста. Опускаем хвост вниз и вычтем хвост вот из этой части. Ну, чтобы уже точно гемора не было. Так. Раз. делаем маршдаун и вот у нас контроль D контроль D получилась вот такая нормальная заглушка. Так. Тут фишка еще в чем. Вот смотрите. Чем меньше именно модель, тем полигонов меньше остается после Dynamesh. Надо их контролировать. Если вы делаете большую модель, то там наоборот мало убираются вот эти полигоны. И в принципе если вы делаете низкополигональную модель еще меньше сделать, делать вот эти Remesh и Divide Dynamesh и можно добиться лоупольной модели почти. Да не почти, а прям лоупольной. так вот как у нас лежит именно вот эта вот кабина вот она в воду будет вот так допустим входить ватерлиния и вот эти чуть-чуть до половины они должны тоже в воде быть поэтому до самого низа мы их не делаем. Так ну в принципе что делаем хвосту значит зеркалку Modified Apology Mira Entwil и делаем вот этой части тоже зеркалку Modified Apology Mira Entwil так Divide да 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 удалим вы же так не работаете конечно. Так хвост теперь будет крутиться вертеться еще что тут есть такая штукенция тоже сейчас не помудиться надо будет на нижней вот этой части да что ты что ты так вот на нижней вот этой части здесь воздухозаборник должен быть давайте его сделаем его просто делать делаем такую штукенцию значит опять же append добавляем куб переключаемся на куб и все повторяется снова и снова уменьшаем куб выводим куб вот сюда под двигатель подставляем его где-то вот здесь так здесь мы его уменьшим в принципе нам вот этот куб подходит так мы его делаем дай нам дай дай делаем контрол д контрол д дивайдов добавляем чтобы можно было резать теперь гизму отключаем и включаем тринку сначала мы обрезаем его вот здесь вот так теперь обрезаем понизу такой как на мустанге элеонор так теперь что делаем и обрезаем его вот так под уклон так и уменьшаем еще вот здесь в размере тоже наискось ну и верхнюю часть тоже голову с плеч так вот такая штукенция получилась теперь мы выводим на середину поднимаем чтобы видеть и делаем ей модифит Apology Mira NQL вот теперь у нас получился вот такой воздухозаборник так что тут еще есть ну сделаем ему значит дубликат приподнимем этот дубликат выведем его чуть вперед где-то вот так наверное чуть-чуть еще опустим немножко сплю с ним чтобы стенки потолще были ну и давайте все это дело вычтем делаем Erps Down Ок и делаем Dynamesh 100 пудей вылетело в этот раз нет так мы делаем Control D вот такой получился воздухозаборник нахреноватый он получился почему потому что нужно здесь добавлять Dynamesh вот 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 теперь нормальный так его мы устанавливаем вниз и уводим под наш двигатель делаем Skyl чтобы он тоже глаза сильно не мазурил но чтобы был так как-то вот ну вот как-то так и чуть-чуть наверное мы его перекрутим и чуть-чуть подставим выше вот так он будет смотреться более наверное лучше да делаем так Modified Apology Mira Entwell так что еще тут можно так чтобы все части были теперь нужно так что тут еще сделать тут конечно еще можно порезать вот эти вот типа как под жесть это кисточку можно взять уже кисть стандарт сейчас кисть стандарт и попробовать ей все это дело значит на выборке зад интенсивность чуть-чуть поменьше ну и где-то интенсивность чуть побольше ну и что-то вот в таком духе раз там какие-то части пол отделить ну типа как шов здесь вот так какой-нибудь кинуть ну будет прикольно этим я тоже потом займусь надо просто кисточку еще поднастроить ну в принципе все теперь раскраска подгонка цветов так я наверно еще стекла все-таки вставлю здесь так это аппен добавляем значит уп опять же н и повторно уменьшение сплющивание и так далее так раз два перекручиваем уменьшаем так перекручиваем подгоняем делаем скайл уводим чуть-чуть углубь подальше для этого мы это и делали чтобы было напоминание что это окно так так делаем кубу этому теперь дайна мэш побольше резолюции ставим так и попробуем опять же порезать control shift можно прозрачность поставить ну а тут уже можно парами прям резать чтобы она в раму входила мы не будем же вытаскивать стекло мы просто его потом раскрасим отдельно и все и оно будет стоять тут мертво вот такая штукенка церковь здесь конечно плоховато получилось вычитание ну ничего это можно доработать где-то где-то рамку какую-то вставить или в этом в блендер какую-нибудь деталь придумать теперь мира and well вот так стекла есть так надо еще сразу стекло и вот сюда вставить значит так чтобы не мудиться мы вот это стекло то же самое берем делаем дубликат это стекло отключаем так одну сторону надо замаскировать control w ее долой геометри делаем del lower теперь все это дело перекручиваем так смотрим что как она встала именно в нашу дверь чуть-чуть еще вытаскиваем чуть-чуть перекручиваем и немножко опускаем потому что там срезанная так оставляем значит вот этот саптул и нужно найти двери ну а теперь находим опять же стекла и попробуем их тут тоже порезать близко тоже не надо делать именно вот к этой грани двери вот так где-то таким вот образом так а там что у нас нижнюю часть тоже нужно доработать все в принципе стекла есть делаем геометри мира цилиндр нтвелл включаем значит все наши саптулы так здесь кое-где нужно долепить выгладить так еще иллюминаторы у нас вот этим я не подумал но это еще проще делаем аппент делаем значит цилиндр включаем цилиндр все это дело с плюс ним не сильно вот эту хочу толщину оставить и что еще можно сделать давайте ее обрежем вот получилось вот такое зеркало и сделаем ему наверное дайна мэш тоже побольше резолюции прибавим потом когда будем все закидывать все равно будет уменьшаться полигонаж может даже все ремешером будет делаться но однозначно не ручная ретопология так и теперь вставляем все это дело в корпус так делаем скайл смотрим что тут вообще получается оставим вот эту штуку и включим только корпус и вернемся на иллюминатор так что тут иллюминатор нам не хочет становиться так и делаем скайл ну и чуть-чуть прибавляем прибавляем и уводим вглубь для того чтобы подчеркнуть что это иллюминатор и control левая кнопка мыши вытягиваем на соседнюю вот эту сторону чуть-чуть можно здесь приподнять ну и делаем опять же так модифит апологи мира and все иллюминатор есть конечно их можно еще как-то дооформить сделать кант вот здесь по краю но это уже излишки так сказать так что еще что тут еще можно сделать ну можно вот здесь вот на крыльях выбрать вот эти вот которые будут как ну вот эти кубы тоже повыбирать и типа закрылки будет работать сделать рик такой с закрылками полностью ну как вариант так что тут ну давайте добавим ладно делать так делать n выбираем теперь крыло ну и добавим опять же append добавим куб n переключаемся на куб и все опять же кубы сферы цилиндры все состоит из них так это сюда это вот сюда и растянем ее побольше вот сюда теперь теперь куб поднимаем до крыла так вот раз и n выбираем крыло вот это крыло поднимем и куб повыше о и пониже его теперь выборку делаем здесь вот так вот пусть ровная будет вот здесь подальше открываем и пошире можно ее сделать делаем дубликат сразу вот этому кубу это он же останется заменой вот этой вычитать удаленной частью его делаем дубликат его отключаем переключаемся на этот так кубу делаем дай нам мэш обязательно не будет вычитать если не сделать ему дай нам мэш ставим уровне вычитания и делаем вот так вот мерч да он опять оп да что у нас падает дай нам эш у меня сегодня не пойму что с ним сегодня происходит так а я не многовато взял да многовато делаем значит назад возврат и здесь нам пригодится вот этот второй куб дубликат и сделаем как ого конечно я разогнался так вот так он здесь вот так вот мелкий будет все делаем опять же кубу дай нам эш и вот теперь его опять же дублируем ставим его на вычитание вот этот саптул и делаем маршдаун и так далее так есть такое дело теперь нужно просто включить вот этот нижний саптул и его просто сплюснуть и подогнать на это место все тут теперь тоже корректируем можно его чуть-чуть поменьше поставить чтобы как бы он выделялся что он есть так ctrl z вот такая штука проверяем как он тут уместился ну и сделаем polish деформация polish blow и чуть-чуть прибавим вот таким вот образом все делаем модифика положим мира and well и крылу делаем мира and well ну вот и все что и хотелось в этом ролике сделать также можно теперь сделать сиденье туда панель и всякие всячины тут кстати можно заходить будет погулять по самолету что-то в блендер можно повставлять наверное мебель ну короче вот такая штука разберемся посмотрим все всем пока до свидания до свидания мебель